здравствуйте ребята меня зовут никита и сегодня мы поговорим с вами о внешней политике россии в семнадцатом веке в первую очередь нужно понимать основные цели этой самой внешней политики к 17 веку образовался некоторые такой заколдованный круг для внешней политики россии в чем была проблема одним из итогов смуты из которой россия победоносно вышла в 1613 году стало ухудшение международного положения нашей страны действительно страну 10 очень серьезно потрепали интервенции шведов и поляков и целью новой династии стало восстановление международного престижа как этого добиться в первую очередь тем чтобы вернуть земли о которой были утрачены после русско-польской русско-шведских войн во время смуты но чтобы вернуть эти земли нужно было создать современную армию а как создать современную армию без а использование западных технологий этого самого создания как вы помните мы с вами уже обсуждали введение полков нового строя которые со временем стали заменять стрелецкие полки так вот эти полки нового строя были же введены по образцу европейских а теперь главные соседи россии со стороны европы швеция и польша были противниками россии то есть создать армию было невозможно без сотрудничества с этими странами было очень сложно в этот момент международной политики россии соответственно вы 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 выводится вот такой вот замкнутый круг мы хотим поднять международный престиж нам нужно для этого сильная армия но чтобы ее иметь нужно иметь хорошие связи с европой а чтобы их иметь нужно разбить поляков и шведов забрав свои земли отторгнутые за время смуты вот такой вот замкнутый круг из которого пыталась выходить русская дипломатия в 17 веке к этому моменту дипломатия в россии оставалась полностью средневековой то есть такие идеи как постоянные представительства дипломатических миссий в разных странах дипломатические визиты регулярные взаимоотношения с странами вот такие очень тесные дипломатические отношения это все для россии было в новинку и непонятно первой постоянной дипломатической миссии стало представительство русских русской дипломатии в польше в столице польши в варшаве уже в конце 17 столетия приоритетной задачей как я уже говорил внешне политики 17 века стало возвращение земель отторгнутых во время смуты главным направлением конечно же было решение вопросов связанных с польшей потому что именно поляки отторгнули большую часть земель а в первую очередь хотелось вернуть смоленск который когда-то потом и кровью был в общем-то а выигран отбит от великого княжества литовского еще при иване третьем и василий но смоленская война с польшей 32 34 годов оказалась неудачной главной причиной стал набег крымских татар на южные уезды россии это еще один противник россии того периода крымское ханство которое было вассалом то есть подчиненным османской империи позволяла себе очень многое на южных рубежах русского государства соответственно по итогу смоленской войны был заключен поляновский мир который подтвердил абсолютно все идеи смуты абсолютно все мировые договоренности по итогу смутного времени закрепил за поляками все эти земли однако происходит очень важный момент уже чуть позже дело все в том что на территории польши в территорию польши входило большая часть украинских земель которые населялись соответственно славянами которые ago исповедовали православие говорили на славянском языке и конечно же для поляков которые говорили на уже сильно измененном славянском языке которое говорили больше уже на языке Близком больше к латинскому, близком больше к западноевропейской культуре. Для них эти люди были чужими, были посторонними. И поэтому поляки без зазрения совести эксплуатировали территорию Украины. Потому что там отлично росли, развивалось земледелие. Почему бы не эксплуатировать эти земли максимально? Угнетение крестьян, национальные и религиозные притеснения приводили к постоянным восстаниям. Одно из таких восстаний, которое в итоге стало решающим для судьбы Украины, стало восстание, начатое в 1948 году гетманом запорожских казаков. Это украинские казаки. Они существовали по тем же принципам, как и донские казаки в России. И гетман Богдан Хмельницкий поднимает восстание. Восстание Богдана Хмельницкого. Начинается борьба с поляками. Сначала она складывалась для казаков удачно. Однако восстание сильно растянулось. У казаков не хватало ресурсов. Казакам нужен был союзник. В то время как Польша обладала гораздо более широкой ресурсной базой, готовила ответный удар. Этот ответный удар будет нанесен. И Богдан Хмельницкий потерпит серьезное поражение. И по факту все договоренности, все успехи борьбы с поляками будут ликвидированы. В этот момент единственный путь для спасения Украины от польского гнета это союзник. Каких же союзников рассматривали казаки? Да буквально все, кто в округе находился, только бы не поляков. Это были и крымские татары во главе с крымским ханом, и османский султан, то есть турецкий султан, и конечно же русский царь. По итогу в 1654 году произошло судьбоносное событие. На Переиславской Раде, а Рада это собрание, соответственно, всего запорожского казачества, на Переиславской Раде было принято решение о вхождении Украины в состав России. А казаки посчитали, что именно этот путь будет наиболее приемлемым. Почему? Россию и Украину объединяет очень долгое, в первую очередь духовное, культурное и в некотором роде политическое взаимодействие и общая история. Поэтому Переиславская Рада была во многом свободным и осознанным выбором украинских казаков в сторону, в отношении людей, которые близки к ним, как этнически, потому что те и другие славяне, так и культурно, потому что те и другие говорят на одном практическом языке и исповедуют одну религию. Наконец, конечно же, вхождение Украины в состав России означало начало новой русско-польской войны 54-67 годов. Важнейшая война, которая и, в общем-то, привела Россию к восстанию из пепла, восстанию из пепла в своей международной политике. Война в первую очередь складывалась удачно на первый ход. Был взят Смоленск, часть Белоруссии была отвоевана. Однако, в этот момент происходит очень важное событие. Начинает развязываться русско-шведская война, в которой Алексей Михайлович не применил, соответственно, поучаствовать. И с 1956 по 1961 год ведется русско-шведская война уже за территории, соответственно, которые принадлежали России до Смуты. И даже за многие большие территории. Алексей Михайлович считает, что в этот момент можно достичь перемирия с поляками, добить шведов. В общем, он был окрылен победами на русско-польском театре военных действий. И считал, что они успеют провести войну вот так вот на две стороны. Однако, у России не было стольких сил. По итогу, пришлось все завоевания, которые достигнуты были в Швеции, война складывалась достаточно удачно, отдать. Потому что Польша неожиданно разорвала перемирие и начала новый этап войны, переведя дух. Что самое важное, в этот момент Богдан Хмельницкий умирает. И вдруг становится известно, что не все казачество и не все жители Украины согласны с решением к присоединению к России. Некоторые даже склоняются к тому, что нужно оставаться частью Польши. Это люди, в первую очередь, западной части Украины, так называемой правобережной Украины. Берега Украины определяются по течению Днепра. То бишь, правый берег Днепра это то, что мы видим с вами на карте слева к западу. Соответственно, правобережная Украина и ее жители гораздо ближе соприкоснулись с культурой Польши, гораздо ближе соприкоснулись с языком поляков и уже не хотели уходить. Они, в принципе, чувствовали себя здесь как дома. Зачем им становиться частью России? Это не касалось левобережной Украины, то есть восточной Украины. Это люди, которые были гораздо ближе к таким культурным связям именно с русскими. Вот так вот на Украине происходит раскол под Днепру и левобережная Украина остается, соответственно, на стороне России. А представители правобережной Украины присоединяются к полякам. Война еще некоторое время продолжается, но в 67 году Андрусовское перемирие закрепляет переход левобережной Украины в состав России. То, что вы вот сейчас видите на своих экранах на карте, такого зеленого цвета в полосочку. Это территории, которые перешли в состав России. Таким образом, Россия возвращает Смоленск в левобережную Украину, себе добавляет. И по факту все трагические последствия смуты в отношениях с Польшей были решены для России успешно. Но Андрусовское перемирие предопределило начало новой войны, нового столкновения. Это война с турками. Почему здесь вообще, какую роль играют турки, как они относятся к Украине? Дело все в том, что турецкий хан, турецкий, точнее, султан, прошу прощения, он тоже имел виды на украинские земли, тоже хотел их захватить. Он начал атаковать Польшу, а затем и Россию, пытаясь захватить и левобережные, и правобережные земли Украины. Соответственно, начинается с 1976 по 1981 год русско-турецкая война. Центральными стали события по обороне города Чигирин. Это небольшой город-крепость на территории современной Украины. Несколько было походов совершено, русские изо всех сил защищали этот город. Однако не смогли его защитить по итогу. Турки взяли Чигирин. Однако, что важно знать, турки настолько ослабли, пока осаждали этот город, что не смогли дойти до Киева и отступили. Тем самым Россия защитила свое право управлять левобережной Украиной, что было и закреплено в Бахчисарайском мире в 1981 году. Ну а на этом у меня все. Большое спасибо за внимание и до встречи!